Это подтверждает и наша гостья Ольга Лукошкова, она участница проекта ГИДы ТМН 55+. О том, как быть востребованной на пенсии, как оставаться активной и позитивной, я сейчас у неё всё уточню. Ольга Александровна, здравствуйте! Здравствуйте, Катя! Сегодня день пожилого человека, но вас с этим праздником вообще сложно поздравить, потому что на пожилого человека вы точно не похожи. Молодая, красивая женщина в самом расцвете. Спасибо большое, я уже на пенсии. Но расскажите, как вы попали в проект ГИДы 55+. В 90-х был бум ритмической гимнастики, я этим увлеклась и на волне этой ритмической гимнастики улетела сначала в аэробику, затем в фитнес. Уже ближе к пенсии я подумала, ну надо сокращать количество тренировок, уже возраст не тот, а чем я займусь. И вспомнила, что мне всегда очень нравилась Тюмень старая, особенно почему-то 19 век меня привлекает. А затем у меня клиенты, которые ходят ко мне на тренировки, они знали о моем увлечении и сказали, что набирается курс в областном геронтологическом центре на курс экскурсоведения. Вообще, а вот у вас жизнь изменилась после того, как вы поучаствовали в проекте? Как-то что-то поменялось вообще, может, внутри или вообще в целом в жизни? Вот как раз вот все у меня тут совпало, да, вот это вот, что я решила немножечко. Я, конечно, тренировки не бросила, до сих пор работаю, но плюс у меня добавилось вот это увлечение, которое мне очень нравится. И плюс я же могу еще деньги зарабатывать этим. Недавно на 75-летие Тюменской области областной геронтологический центр совместно с центром общественных коммуникаций придумали вот такую вот акцию, что мы, гиды 55+, так как области 75, то вот надо взять таких вот гидов. Мы заходили в рейсовые автобусы и рассказывали жителям, обзорную экскурсию проводили о том, что они видят историю Тюмени. Потом в интернете это, конечно, был бум фотографий, видео, выставляющие... То есть вы такие даже на хайпе немножечко, да? Да. Это было вообще интересно. Мы вот сами просто были в таком состоянии. А расскажите, у вас откуда вы берете силы, честно? Скажите, в чем секрет? Я такой человек по жизни. Я всегда... Я должна чем-то заниматься, не могу просто дома сидеть. Как начинается ваш день? В 6 утра я встаю, я повторяю что-нибудь. Вот сейчас у меня как раз экскурсия по Вележанскому тракту трассовая, поэтому я вот сейчас учу с утра что-то, потом в интернет захожу, все, что надо, отправляю, куда нужна там группа у меня есть, где я администратор, модератор, все это отправляю, затем иду на тренировки. У меня в 10 утра группа, у меня в обед группа, ну а вечером уже или пойду по пешеходной экскурсии, которую я провожу. У меня уже около 15 пешеходных экскурсий различных. Если я разрабатываю новые, я иду по этому маршруту, смотрю, где точки, где нужно остановиться и так далее. Ну, вечером, там какие-нибудь встречи. Ну, у вас очень активная жизнь, конечно, просто не каждый 30-летний, вот, ровесницы мои будут успевать за нами. А что вы можете, не знаю, посоветовать, мне хочется услышать совет и для молодежи, да, и для ваших ровесников. Я думаю, молодежи, у них и так сейчас очень активный образ жизни, им приходится выживать. В отличие от нас, мы получили образование, работу, пожалуйста, все было легче намного. Теперь для того, чтобы в жизни как-то устроиться очень хорошо и комфортно, и удобно, и тебе, чтобы было интересно, и материально ты получал что-то, им приходится потрудиться. Поэтому я думаю, что и без нас, конечно, есть чем заняться. А вот пенсионерам бы я, конечно, предложила не сидеть дома. Ну, это скучно и очень быстро стареешь. Вот я знаю по своим родителям, вот сравнила маму и папу, что движение – жизнь. Папа у нас живчик был, я, наверное, в него. Он не мог на месте сидеть, вот такой же был. И это продлевает жизнь. Большое спасибо вам, Ольга Александровна. Я просто восхищаюсь вами, вашей энергией. Желаю вам успехов и еще больше движения. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok